Ну что же, здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа. С вами товарищ Санёк, и мы продолжаем с вами серию интересных видеороликов про секреты, хитрости и баги Стронхолда и Стронхолд Крусейдера. В этот раз я вам покажу, как сделать вашего лорда невидимым. Точнее, даже просто удалить его нафиг из игры. Ну, из действующей игры, естественно. Для этого нам желательно нужен союзник. Вот у меня мой союзник Волк. И, собственно, всё. Нам нужен только союзник и немножко времени. Для начала избавим немножко скорости. Поставим амбар, чтобы у нас игра не задалбливала всякими сообщениями. Но скажу сразу. Это может не получиться с первого раза. Для того, чтобы поставить юнитов обычных в игре, я уже объяснял, что надо нажать Ctrl-1. И теперь на единичку они выделяются, собственно, как на букву B бараки, G амбар и так далее. Лорд выделяется буквой L английской. Вот он. Ну, собственно, вот камера перепрыгивает. Всё, что нам нужно сделать на данном этапе, это просто подвести лорда к стене вражеской. Ну, в смысле, не вражеской, а дружеской. Вот. И сейчас вы увидите, собственно, сам процесс бага. Добавим немножко скорости. Нам просто нужно понять, где наш союзник будет строить стену. Так вот, стена. Подходим поближе. И нам остаётся только ждать. Так. Я сказал. Подойти поближе. Ну, вот у нас стоит в углу наш лорд. Ускоряем игру. Ну, я просто не помню все застройки ботов. Так. Не работает. Нужно ещё раз попробовать. Надо на зубчатую стену попасть. Ну, естественно, как я уже сказал, с первого раза может не получиться. Нам нужно попасть именно на зубчатую стену. Вот она. Так вот. Везде вокруг, но только не там, где надо. Ждём, ждём, ждём. Па-бам! Собственно, лорд наш исчез. Нажимаем на буковку L. И что вы думаете? Ничего не происходит. А это означает только то, что мы теперь, по сути, бессмертны и не можем физически проиграть игру. Это работает только с ботами, на самом деле. Потому что, когда союз... Хотя, в принципе, мультиплееры я не проверял, но мне кажется, что мультиплееры тоже могут сработать, если там есть небольшой рассинхрон. Но теперь вот я жмакаю на буковку L. Как вы понимаете, ничего не происходит. То есть, лорд наш окончательно исчез из игры. Вот это магия. Тут-ту-ду. Добит Копперфильд отдыхает. Но, допустим, если мы играем против какого-либо компьютерного соперника, ну, в смысле, не компьютерного человека, он просто может нашу базу захватить, но физически, фактически, он выиграть не может. Просто потому что ему... Он не может убедить лорда, а это как бы единственное правило для победы в игре. Собственно, вот такой вот интересный баг в игре Строхлуд я обнаружил, дорогие друзья. А на сегодня моя миссия заканчивается. Собственно, пишите в комментариях, знали ли вы об этом баге и использовали ли вы его в особо тяжких ситуациях, проворачивали ли вы его. Если нет, получилось ли вам его повторить, благодаря моей инструкции. И, собственно, если не получилось, то обязательно тоже напишите. Будем решать эту проблему совместно. А на сегодня это все, дорогие друзья. С вами был товарищ Санек. И мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Большое спасибо за просмотр. С вами был товарищ Санек. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok